Добрый день, дорогие друзья! Говори, Алиса, здравствуйте! Здравствуйте! Мы продолжаем читать любимые книжки Алисы. В прошлый раз мы с вами читали сказку о глупом мышонке. Закончилось там всё очень грустно, потому что мышонка унесла кошка. И сегодня мы узнаем, что же было дальше. То была сказка о глупом мышонке, но когда всё стало очень серьёзно, то есть ещё одна сказка, которая называется сказка об умном мышонке. Унесла мышонка кошка и поёт. Не бойся, крошка, поиграем час-другой в кошки-мышки, дорогой. Перепуганный споросонок отвечает ей мышонок. В кошки-мышки наша мать не верила нам играть. Мур-мур-мур-мур-мур-мурлочит кошка. Поиграй, дружок, немножко. А мышонок ей в ответ. У меня охоты нет. Поиграл бы я немножко, только пусть я буду кошкой. Ты же, мой кошка, хоть на час мышкой будь на этот раз. Засмеялась кошка-мурка. Ах ты, дымчатая шкурка, как тебя не называть, мышки кошкой не бывать, говорит мышонок-мурке. Ну, тогда сыграем же мурки. Завяжи глаза платком и лови меня потом. Завязала кошка глазки, но глядит из-под повязки. Даст мышонку отбежать и опять бедняжку. Хватит, говорит он хитрой кошке. У меня устали ножки. Дай, пожалуйста, чуть-чуть мне прилечь и отдохнуть. Хорошо, сказала кошка. Отдохни, кратко ножка. Поиграем, а затем я тебя, голубчик, съем. Кошке смех. Мышонку горе, но нашел он щель. В заборе, сам не знает, как пролез, был мышонок и исчез. Влево-вправо смотрит кошка. Мяу-мяу, где эта крошка? А мышонок ей в ответ. Там, где был, меня уж нет. Покатился он с пригорка, видит маленькая норка. В этой норке жил зверек. Длинный, узенький, хорек. Острозубый, остроглазый был он вором и пролазой. И бывало, каждый день крал цыпляк из деревень. Вот пришел хорек с охоты. Гостя спрашивает. Кто ты? Коль попал в мою нору, поиграем в мою игру. Кошки-мышки или жмурки? Говорит мышонок-юркий. Нет, не в жмурки. Мы, хореки, больше любим уголки. Что ж, сыграем. Но сначала посчитаемся, пожалуй. Я зверек и ты зверек. Я мышонок, ты хорек. Ты хитер, а я умен. Кто умен, тот вышел вон. Стой! Кричит хорек мышонку и бежит ему вдогонку. А мышонок прямо в лес и под старый пень залез. Стали звать мышонка белки. Выходи играть в горелки. У меня, он говорит, без игры спина горит. В это время по дорожке шел зверек страшнее кошки. Был на щетку он похож. Это был, конечно, кто? Ёж. А на встречу шла ежиха. Вся в иголках, как портниха. Закричал мышонку Ёж. От ежей ты не уйдешь. Вот идет моя хозяйка. С ней в пятнашки поиграй-ка. А со мною в чехарду. Выходи скорей, я жду. А мышонок это слышал, да подумал. И не вышел. И хочу я в чехарду, на иголки попаду. Долго ждали Ёж с ежихой. А мышонок тихо-тихо по тропинке Мишку сто впрошмыгнул. И был таков. Добежал он до опушки, слышит, квакают лягушки. Караол, беда, квак-квак. К нам сюда летит сова. Поглядел мышонок. Мучится то ли кошка, то ли птица. Вся рябая. Клюв торчком. Перья пестрые торчком. А глаза горят. Как плошки. Вдвое больше, чем у кошки. У мышонка замер дух. Он забился под лопух. А сова все ближе, ближе. А сова все ниже, ниже. И кричит в тиши ночную. Поиграй, дружок, со мной. Пропищал мышонок. Впредки. И пустился без оглядки. А скрылся в скошенной траве. И найти его совет. Да, это сова. Это у него клюв и глаза. Давай всем покажем, какая сова. Вот такая у нас сова. Которая мышонка ищет и хочет съесть. До утра сова искала. Утром видеть перестала. Села старая на дуб. И глазами луп да луп. А мышонок вымыл рыльца. Без водицы и без мыльца. И пошел искать свой дом. Где остались мать с отцом. Шел он, шел. Зашел на горку. И внизу увидел норку. Тот-то рада мышка мать. Ну, мышонка, обнимать. А сестренка... А это что это? Это у него клюв. А сестренки и братишки с ним играют в кошки-мышки. Вот такая получилась история. Мышонок стал умным и смог вернуться домой. Вот он. Весь в ромашках. Прямо на обложке книги. А сейчас мы с вами прощаемся. Говоря, Алиса, всем до свидания. До свидания. До свидания. Увидимся еще. Продолжение следует...